Привет, Владимир! Расскажи, пожалуйста, что на этой неделе происходило с российской экономикой, все ли там радужно или не очень, какие есть взлеты и падения, и чего ждать в будущем. Расскажи, пожалуйста, для меня и наших зрителей. Всем привет! Ну, надо сказать, что вот на экономические события этой недели была не очень богатая, следующая будет поинтереснее, так вернемся, там сейчас расскажу. Но, тем не менее, во-первых, наша дорогая любимая инфляция, которую мы вот каждую неделю с тобой комментируем, она не послушалась Эльвируса Хипзану Набиулина, потому что, помнишь, она неделю назад нам втирала про какие-то там могучие дезинфляционные процессы, которые вот идут благодаря всему этому полугодовому героическому задиранию ставки. Росстат ничего такого не показывает. Вот свежие данные на 19 февраля говорят, что инфляция стоит как вкопанная на годовом значении 7,6 процента. Это, я напомню, за пределами центробанковского коридора. То есть, они прогнозируют коридор 7,0-7,5. То есть, она как бы вышла даже за их прогнозные рамки. Я уже не говорю про там цель в 4 процента, она уже вообще не выглядит реалистичной. Ну и наши дорогие огурцы продолжают лидировать в хит-параде. Мне, честно говоря, вот так с интересом, я вспоминаю свое советское детство. Понимаешь, видно на этой таблице, что огурцы выросли больше чем на 31 процент уже. То есть, там чуть больше чем за полтора месяца выросли на треть с начала года. Плюс, точно так же растут все остальные овощи и фрукты. И вот заголовки потрясающие. Я продолжаю лазить по региональной прессе и вижу, что у людей там везде глаза на лоб лезут. Я вспоминаю свое советское детство. То есть, в СССР же не было круглогодичных фруктов и овощей. Там все это была очень такая сезонная история, потому что сейчас мы выясняем, что, оказывается, тепличное хозяйство это дорогая сложная вещь, которая более или менее нормально функционировала благодаря западным технологиям и каким-то западным компонентам, семенам, удобрениям и прочим. И сейчас, когда мы от всего этого отрезаны, то вот видно, что овощи и фрукты зимой, это оказывается превращается в такое дорогое удовольствие. То есть, вспомнил советские времена. Такого вот 40 лет реально не было. Ну и интересно, если вот системно возвращаться. Мы там в прошлый раз дали просто буквально основные какие-то фрагменты выступления Набиулиной. Но очень интересно, вот я еще поймал парочку кусочков ее ответов на вопросы, где вот ее прям спрашивают журналисты. А вот вы полгода уже ставку поднимаете, но, как говорится, инфляционные ожидания остаются не заякоренными. И что, если это так и продолжится? И вот, внимание, давайте посмотрим короткий фрагмент. Она говорит, да, типа, есть такой сценарий, что мы можем оказаться в ситуации залипания инфляции на высоком уровне. Центробанк начал повышать ключевую ставку уже три квартала назад, но при этом инфляционные ожидания, как вы отметили, остаются на высоком уровне и они остаются не заякоренными. Проще говоря, у нас люди живут со страхом нового рывка цены. Скажите, пожалуйста, в чем причина этой ситуации? Это психология или, может быть, шаткое положение с курсом рубля или какие-то другие причины? И здесь мы видим как раз риск, что в результате того, что инфляционные ожидания повышены и могут еще усилиться под влиянием даже пусть разовых факторов, неустойчивых, которые на инфляцию влияют, разовых факторов, то у нас есть риск залипания инфляции на высоком уровне. Вот видите, она там сделала какой-то большой подробный стейтмент, что наши меры действуют, дезинфляционные процессы где-то уже начались, но просто ее перебили одним вопросом, и она говорит, в принципе, да, это очень тоже вероятный сценарий. Все работает, все действует, но, честно говоря, ни хера подобного. Ну, она как-то списывает, видишь, она говорит, на какое-то событие там может произойти. Ну, как мы знаем, просто факторов, которые на это все влияют, огромное количество, все они проинфляционные, и, конечно, таких событий стоит ждать. Ну, то есть, вот она реально говорила, вот на какой-то товар там пойдет цена. А как может не пойти? На любой это вылезет, будет в самых разных группах товаров вылезать, потому что все это очень сильно зависело от импортных цепочек. Все это, если в переводе на торговлю с Азией, выглядит гораздо дороже и хуже качеством и так далее. Понятно, что все это будет влиять на цены. Так что, не знаю, видишь, у нас вот такой заочный спор с Набиулиной. Она считает, что есть какой-то дезинфляционный процесс. Я его не вижу, может, я что-то не понимаю. Вот просьба к зрителям, значит, писать в комментариях. Если они где-то видят масштабную дезинфляцию и работающую ставку Центробанка, то пишите. Ну, и как мы видим... Спор тебя с Набиулиной, он не очень изумляет. Ну, типа, так и задумано. Вот что изумляет, это спор Набиулины с Набиулиной, которая, с одной стороны, говорит, что все получается и все классно, а с другой стороны, говорит, что полная жопа и будет хуже. Причем делает это в рамках одного и того же выступления. И как вот это объяснить, честно говоря, довольно сложно. Ну, это называется, это классический бюрократический способ, типа, подстелить соломки. То есть, вроде все должно быть отлично, но если будет плохо, то я не виноват. Это виноваты какие-то там ужасные, нехорошие черные лебеди, которые прилетели. Ну, вот еще тоже плохая для нее новость. Все-таки, не дожидаясь выборов, рубль начал течь. Ты видишь, что уже он пробивал 93 за доллар под конец недели, евро опять дороже 100. Да, причем, ты знаешь, каких-то прям таких суперявных причин для этого нету. Ну, да, то есть, ни на чем опустился совершенно. Да, и хотя многие аналитики списывают это все на ожидание западных санкций в связи с второй годовщиной начала полномасштабного вторжения и санкций, которые тоже были объявлены за убийство Алексея Навального. Но мы сейчас к этим санкциям перейдем. Причем, откровенно говоря, они довольно слабенькие, так мягко выражаясь, да. И все причем знали, то есть, не готовилось вот ничего, там не было никаких утечек, источников, что там будут какие-то бронебойные санкции против каких-то крупных отраслей, там, да. Ну, список там несколько сотен каких-то физических и юридических лиц. То есть, очень обычная фигня. Поэтому вот эти объяснения участников рынка, что якобы, значит, из-за того, что готовятся новые бронебойные санкции, рубль падает. Нет, он, скорее всего, падает не из-за этого. Он падает из-за того, что они понимают, что вот его эта попытка удержать, это временная история. И лучше, видимо, начать играть уже на понижение сейчас, чтобы не потерять. Это первое. И второе, что вот у меня такое ощущение, что вот эти меры все-таки по обязательной продаже валютной выручки, ну, они таким естественным образом ослабевают. То есть, компании просто, ну, типа, выполнили, отдали под козырек, значит, указание Путина продавать. Но долго они так делать не могут. И, в общем, они начинают, там, чуть-чуть уклоняться от этого дела. И, кстати говоря, еще такой важный момент, что из-за того, что авторичные санкции начинают действовать, и вот банки Турции, Китая, там, других стран отказываются работать со многими российскими клиентами, еще экспортные платежи хуже приходят. То есть, вот просто еще по этой причине приток валюты ослабевает. Так что, видишь, вот даже еще не дожидаясь выборов, рубль на самом деле поплыл. Кстати, вот еще такой очень интересный момент, что вот СМИ опубликовали данные по отчетности Райфайзенбанка, который вот давно объявил, что он уходит из России, но ему деньги вывести не дают, потому что там есть спецкомиссия, которая должна, значит, разрешить вывести эти деньги со счета типа С. И вот у Райфайзена уже скопилось 500 миллионов евро, прикинь, полмиллиарда на этом счете типа С, которые ему не дают вывести, он не может. То есть, вот ты прикинь, какой это валютный навес, да, и, ну, в какой-то момент, они, конечно, будут это держать, да, но в какой-то момент, я думаю, что не только Райфайзен, а и другие тоже там, мы не знаем точную статистику, сколько накопилось денег на этих счетах типа С, но в какой-то момент это вот плотину прорвет, да, и вся эта валюта будет из страны уходить, то есть, прикинь, как это даванет на рубль. Так что здесь вот еще раз повторюсь. Не, ну, может, они в итоге все национализируют? Теоретически это может быть, но тем не менее, видишь, вот как мы видели по декабрю, мы с тобой здесь это обсуждали, они все-таки, ну, они дают кому-то выводить валюту, да, поэтому это продолжается еще, допустим, окей, хорошо, скажем, Райфайзену они не дадут, да, но в итоге они должны, там какие-то есть у них какие-то всякие дружественные им инвесторы, какие-то даже их собственные структуры, да, то есть, в итоге вот этот канал выхода валюты из России за счет продажи активов, он таким фоном тоже неприятным для них идет, и это вот тоже давит на рубль. Кстати, хотел вот еще одно видео дать из тоже ответов Набиулиной на вопрос, я просто, ну, ты понимаешь, неделю назад какие были события, я тогда эту прессуху до конца не досмотрел, а там было интересно в ответах на вопросы, то есть, она прям так кроет эту продажу валютной выручки, понимая, что для бизнеса это супер неудобно, и он от этого будет выходить. Вот давайте еще один короткий фрагмент посмотрим. Вот такая обязательная продажа валютной выручки, она, конечно, на наш взгляд создает дополнительные издержки для компаний дополнительной сложности при оплате импортных операций, в том числе по закупке оборудования, потому что эти средства приходится обратно конвертировать в иностранную валюту, осуществлять платежи уже из российской инфраструктуры, которые связаны с усиленным так называемым комплайнс, задержками в платежах, и не говоря уже об административной нагрузке на администрирование требований по обязательной продаже. Поэтому мы действительно видим здесь и такие издержки, связанные с этой мерой. Вот, так что видите, что вот эти тучи все, они сгущаются, нету хороших новостей для рубля, а вот этот ручеек из валютной выручки будет иссякать, навес из валюты, которые уходящие бизнесы хотят из России вывезти висит большой, да. Ну, то есть, как бы все факторы способствуют тому, чтобы рубль ослабевал дальше, поэтому вот у нас будет с тобой, как бы в следующий раз такой чекпоинт, я тебе, видимо, проиграл спор по 200, да, но с другой стороны, вектор движения, то есть, фактически вот эти полгода борьбы за курс, они так в целом оканчиваются ничем, то есть, сколько волка не корми, а он все равно смотрит на 100 рублей за доллар и дальше, так что вот будем подводить итоги спора, я не знаю, в следующий раз или через раз, вот, и еще такой момент с санкциями, то есть, здесь, к сожалению, вот... Да, как раз я хотел спросить поподробнее про санкции, потому что вроде как список длинный, какие-то имена есть громкие, но не до конца понятно, насколько это реальные санкции, насколько серьезно они окажут эффект. Да, ты знаешь, вот они все-таки, поскольку такие символические события, вот двухлетняя годовщина начала полномасштабного вторжения и убийства Навального, типа, им надо было что-то исполнить, но они решили пойти по пути вал по плану. Вот я сейчас буду так непривычно критичным в адрес вот этих всех американских и европейских пакетов, потому что, в общем, там в целом ни хрена значимого нет. То есть, они пытаются отчитаться цифрами, вот как Байден говорит, типа, 500, красивые цифры, да, 500, вроде против... А там этих, как бы, в том числе всяких каких-то подставных компаний, которые можно нарожать там просто как термитная матка, извиняюсь, за ночь там еще 500 штук, да. Вот. Кроме этого, вот я мониторю многих комментаторов из этой сферы, которые, знаешь, такие вот бывшие сотрудники, в том числе этих всех структур. Вот Брайан Уттул, например, это бывший сотрудник Трежери, который санкциями занимался, он активно это комментирует. И вот он говорит, что он разочарован, потому что слишком много там российских всяких юрлиц, да, которые можно легко заменить. Но слишком мало компаний из третьих стран. Хотя они есть и в европейском, и в американском пакете. Но они появились в какой-то веке, да. Причем не только из европейских, но и, насколько я понимаю, из Индии, из Китая. Да. И вот здесь, смотри, вот здесь объективно сказать, мы не можем прямо сейчас оценить этот эффект, потому что он даже во многом будет играть психологическую скорее роль. То есть, это не вопрос, что вот там 500 компаний из Китая надо под санкции, да. А их можно сделать 2-3 штуки, но остальные забоятся. Было наукой, да, другим. Да, да, да. Вот. Этот эффект мы сейчас померить не можем. Мы померяем его позже. Но, вот, как бы, хорошая новость состоит в том, что в последние недели приходили вот эти все сообщения, что турецкие банки, китайские банки отказываются работать с российскими клиентами. И ты знаешь, я уже вижу, как бы, на макроуровне вот то, что эта проблема отзывается на российской стороне. Вот. В частности, этим объясняют ослабление рубля последних недель, потому что хуже стала поступать экспортная выручка именно вот из-за препятствий со стороны турецких и китайских банков. Так что вот эта история, знаешь, ее сложно померить. Поэтому здесь вот, может быть, я даже и не столько бы сильно ругался. Но в целом хочу сказать, что, конечно, вот эти санкционные пакеты, они совершенно не соответствуют вот тому поводу символическому, по которому они принимаются. И, конечно, надо перекрывать вот этот кран сотрудничества России там с третьими странами по обходу санкций гораздо более активно. То есть, я всегда, знаешь, я скорее так защищаю западные санкции, но здесь я прям сильно разочарован. То есть, вот с экономической точки зрения это почти ничего, за исключением вот этого эффекта, возможно, сработающего дальше на третьи страны. Но, с другой стороны, вот хорошая новость в том, что задвигался вот этот сюжет с конфискацией российских активов для того, чтобы передать Украине. Я, честно говоря, думаю, что в связи вот с тем, что буксует помощи военной экономической Украине, вот эту тему начнут активнее разрабатывать. И здесь и Урсула фон дер Ляйен вот сказала, что прям в ближайшее время будет принято решение. Но, правда, единственное, что ЕС пока, он хочет не конфисковывать замороженные активы, а только проценты от них забрать. То, что тот доход, который вот от них получают, да. На мой взгляд, это как бы суперполовинчатая пока мера. Но по европейским меркам хорошо, что хотя бы уже это сдвинулось в эту сторону. Значит, и дальше стоит ждать прогресса. Ну, и вот продолжают самые разные группы международных юристов, продолжают публиковать вот свои заключения, что контрмеры, как вот этот такой международный юридический термин, контрмеры против российской агрессии возможны. И что у правительства есть все основания это делать. Так что вот... Да, я у Блумберга видел, что со ссылкой на 10 каких-то юристов, которым обращались как раз Еврокомиссии или Евросоюз, я уж не помню, они сказали, что все законно, все нормально, типа как реакция на агрессию, вообще никаких вопросов нет, спокойно конфискуйте, даже предложили механизм, по которому это можно сделать. Да, и я эту тему давно мониториваю, и там есть очень много разных авторитетных юристов, которые, на мой взгляд, уже дали просто полную юридическую базу для обоснования этой конфискации. Еще раз напомню, что здесь не идет речь о нарушении права собственности Российской Федерации, потому что первичным является нарушение права собственности Украины. Агрессия и необходимость компенсации ущерба, то есть это вот просто механизм, когда вы не платите, что должны, а к вам приходит пристав. Вот это примерно такой механизм. Поэтому вот этот вой там про права собственности, пожалуйста, оставьте его, значит, там для детского сада, а здесь серьезный разговор. Ну, то есть, короче, ждем прямо уже политических решений. То есть, вот здесь ситуация более серьезно сдвинулась. Возвращаемся в Россию. Подожди, незадолго до возвращения в Россию хочу у тебя спросить. Вот ты говоришь, санкции как бы не очень тебя обрадовали в массе своей. Скажи, пожалуйста, вот сейчас, оглядываясь на два года войны, что, какие санкции нужны? Ну, то есть, типа, какие меры могут действительно серьезно ударить по возможности России продолжать войну? По Владимиру Путину и по Кремлю. То есть, что вот буквально там, я не знаю, Байден звонит тебе завтра вместе со всеми представителями Евросоюза и говорит, Володя, скажи, пожалуйста, что вводить-то? Мы все, мы готовы на любые меры. Скажи, что надо ввести? Вот ты бы что ответил? Ну, смотри, я бы ответил, что в принципе было сделано все правильно, но слишком медленно. То есть, пункт номер один. Они просто просрали 22-й год. Просто просрали 22-й год. То есть, нефтяное эмбарго ЕС было введено только 5 декабря 22-го года, а продуктовое эмбарго вообще с февраля 23-го на нефтепродукты. Ну, вот смотри, вот грубо говоря, вот если бы весь 22-й год Россия не получала бы этот повышенный ценник за экспорт сырья, да, уже сейчас вот Путин был бы настолько изношен, как вот его это обещали там в начале, что это будет катастрофически там эти самые. То есть, первый момент здесь был упущен 22-й год. Дальше все более-менее как бы пошло по правильной плоскости, но опять-таки выяснилось, что санкции там объявить это одно дело, а чтобы их инфорсить нужны люди там. У этих людей должны быть там руки, ноги, компьютеры. И вот я сейчас тоже, знаешь, мы тут, я вот выступал в четверг в Брюсселе в Европарламенте на вот экстренных слушаниях, посвященных убийству Навальным, и потом там один нидерландский евродепутат там отошел, мы просто поговорили минут 10 там в куларах. Мы вот как раз обсуждали ровно эту тему, и он говорит, если бы еще 50 человек просто нанять, вот понимаешь, просто нанять 50 человек, посадить отдельный евродепартамент мониторинга обхода санкций, это закрыли бы просто все вот эти ходы через там Казахстан, Киргизстан, там Турцию, Грузию, Эмираты. Это просто закрыли бы все нафиг, да. Но, когда, значит, Еврокомиссия приходит в Европарламент и говорит, дайте нам бюджет еще на 50 человек штата, то там начинается такое, там вылезают вот эти все, значит, товарищи правого толка, которые говорят, что, типа, мы не можем деньги налогоплательщиков так тратить. Там вылезают товарищи левого толка, которые говорят, а зачем нам 50 человек, а давайте лучше на климат это потратим там и так далее, да. Вот. И они, как бы, все по-своему правы, но 50 человек решило бы вопрос во многом, понимаешь, хорошо оплаченных, финансово прошаренных, юридически прошаренных, с хорошим оборудованием, они бы закрыли тему обхода санкций просто сразу. То есть, понимаешь, это не вопрос каких-то вот бронебойных санкций, которых нет. Ты же видел, вы вот с Ливием обсуждали последний раз вот эти все истории, когда, значит, экспорт в Россию упал, да, чувствительной продукции. Но в Киргизстан вырос на 3000%. Понимаешь? Вот. И здесь, то есть, это чисто инструментальный вопрос инфорсмента. Слушай, ну, прям странно, ну, то есть, там, теряют гораздо больше же денег они, и почему никто еще не закрыл эту потребность, если все упирается в нее, мне не очень понятно. Потому что идет борьба всяких политических сил. Не, не знаю, там, прийти какому-нибудь там миллионеру, сказать, все, похороны, я дам денег, типа, садитесь, все, вперед делайте. Ну, вот, евробюрократия, к сожалению, она такая заскорузлая, в этом смысле она так не работает, да. И там очень, то есть, там public funds, вот все вот эти вот государственные общественные деньги, это прям очень, то есть, это не решается, как в России. Я пришел миллиардер, тут забашлял фонд, да. Там прям все это под такой вот лупой, под таким, значит, духом и буквой закона, что вот так там делать нельзя. А дальше начинается борьба просто разных политических сил. Я вот вижу, как они сейчас там, понимаешь, типа, вот резолюция по России, например, да. А там какой-то влезает и говорит, ну, ты видишь, как в Америке в Конгрессе это все происходит. А вот у меня здесь фермеры, да. Да вот и я просто, пока вы по фермерам поправочку не вставите, я, значит, здесь типа по России голосовать не буду. А тут вылезают зеленые, которые говорят, нет, подождите с вашими фермерами, они тут нам экологию ухудшают. Поэтому нет, вот, типа, вашу... И все. Вот тут ступор из-за совершенно несвязанной фигни. И вот мы реально это наблюдаем в Штатах с этим заморозкой пакета помощи. Здесь вот такая зеркальная тоже ситуация. Но они это все понимают. И если война будет затягиваться, а дело все к этому ирано-иракскому сценарию идет, да, они это все сделают. Просто еще раз, вот я повторю, что просто поздно. Все то же самое, ну, вот если бы сразу, да. То есть, вот, ну, 22-й год просто подарили Путину. Вот и вся история. А так, там есть еще, остались секторы, например, цветные металлы, алюминий тот же, никель. Здесь, кстати, такая большая дилемма, потому что никель это ключевой, как бы, ключевой металл для зеленой энергетики, а Россия там важнейший поставщик, да. Росатом давно пора под... То есть, они получают типа 10 миллиардов долларов выручки за вот эти все атомные услуги. Давно пора прикрыть. Но, опять же, дело к этому тоже идет, потому что европейские все вот страны, даже Венгрия, кстати, заключили договоры с Вестингаузом, чтобы перейти на западное топливо для реакторов советской постройки. Поэтому это тоже будет, но вот медленно, понимаешь, вот в чем вся вся здесь драма. Возвращаемся в Россию. Да, у нас здесь как гром среди ясного неба. Впервые за полтора года ЦБ отозвал лицензию у крупного банка. Это Киви-банк, который очень многим россиянам известен из-за Киви кошельков и платежной системы, контакт. И так по оценкам порядка 14-15 миллионов человек пользовались всей этой системой. Хотя у Киви-банка были трудности с ЦБ в предыдущий период и какое-то напряжение, но никто не ожидал прямо вот такого отзыва лицензии. Я хочу сказать, что здесь ситуация отличается. Помнишь, мы с тобой проблемы банков обсуждали, но это не то. То есть Киви-банк не является крупным кредитором экономики. То есть у него нет вот этой проблемы, что накопились там плохие кредиты на балансе. Это в основном такой расчетно-платежный банк. То есть он, ну считай, такая больше расчетная палата, чем банк-кредитор. Вот. Поэтому, честно сказать, мне вот сейчас пишут предприниматели там со всей страны, очень интересный момент, что они говорят, мы как раз пользовались вот этими всеми системами для платы вот этих разных схем ввоза через Центральную Азию, параллельного импорта и так далее. То есть вот этот отзыв лицензии у Киви-банка, это в принципе в какой-то степени выстрел себе в ногу. Потому что вот не крупняк вот этот весь путинский, да, а вот именно средний и малый бизнес, который пытается выкручиваться и строить схематозы через Турцию, через Центральную Азию. Вот там очень большое число клиентов именно вот с этим было связано. И отзыв лицензии у Киви, он сильно затормозит вот эти все операции. То есть, по идее, это как бы вроде должно быть невыгодно для российских властей у такого банка лицензию отзывать. Народ откровенно не понимает, почему это произошло. Там это все объясняет. Понимаешь? Вот ты знаешь, у меня, смотри, какая версия. Или ты часть народа? Я часть народа, но чуть более информированная, да, назовем это так, да. Они объясняют это, ну, как вот этой мухой в эквадорских бананах, да, то есть они говорят, что мы боремся тут с отмыванием, с отмыванием чего-то там. Ну, я считаю, что если вы боретесь с отмыванием и с финансированием терроризма, то вам надо там пройтись по всем отделам ФСБ и просто их закрыть, да. Потому что там каждый отдел ФСБ занимается централизованно отмыванием там в своей сфере, да. Поэтому понятное дело, что не это их волнует. Я как раз думаю, что это, особенно учитывая очень сжатые комментарии от руководства ЦБ, да, я думаю, что это они сделали не по своей инициативе, а что это было указание от Лубянки. Видимо, здесь есть две версии. Первая – это то, что они видели в этом какой-то канал, ну, например, многие вот уехавшие из России люди пользовались активно этими переводами тоже, да. Возможно, они хотели вот это перекрыть. Но другая история, я думаю, что это похоже, может быть, на то, как забрали Рольф у Сергея Петрова в автодилер в декабре, помнишь, да. Я думаю, что это просто передел рынка в интересах каких-то вот этих людей с погонами. Так, подожди, ну, Киеве-то, извини меня, выкупились и высушили, то есть как его можно подказать? Или ты имеешь в виду какую-то нишу займут какие-то другие? Да, да, я имею в виду просто закрыть комфортный, удобный сервис. Вот обрати внимание, здесь видишь, какой конфликт еще? Мы с тобой тоже обсуждали, что банки дерут огромные прибыли на комиссионных доходах. То есть каждый переводик – это такая, извиняюсь за выражение, комиссия, да. Вот. А Киеве здесь, видимо, он вызывал очень серьезное негодование, потому что они были гораздо дешевле с точки зрения вот этих всех переводов и так далее. То есть вполне возможно, что, знаешь, это передел не с точки зрения забрать банк, а закрыть конкурентоспособного вот и дешевого конкурента, понимаешь? То есть чтобы они могли как бы на рынке платежей уже утвердить свою там какую-то олигополию и со всех комиссий драть. У меня вот объяснение такое. То есть вот все эксперты говорят, что причины закрытия Киеви-банка не финансовые. То есть это не то, что у него были какие-то большие финансовые проблемы нерешаемые и так далее. Просто в нашей обстановке я других объяснений не вижу. У него владелец там какой-то вот его бывший менеджер протопопов, который где-то на Кипре через гонконгскую компанию. То есть типа не свой, не жалко. Значит вот как у нас вот эта вся хищная гибня сегодня действует. Поэтому мне кажется, что это просто тупой передел рынка. Кончится это все тем, что для всех все станет дороже, будет неудобнее, дороже вас будут больше доить. Так что, к сожалению, вот еще один относительно удобный финансовый сервис, на мой взгляд, рухнул под этим таким хаммером передела рынка в интересах правящей группировки. Разумное предположение. Сложно пока ему что-то возразить. Ну, посмотрим, как дальше сложится судьба этой сферы. Что там с нашей любимой недвижкой? Есть ли там какие-то изменения и, простите уже за каламбур, подвижки? Да, такое, знаешь, вот как начинает весной еще, когда еще там снег и лед есть, но уже такие ручейки пошли. То есть вот коммерсант публикует большой материал о том, что еще нет какого-то заметного падения цен, но очень заметные пошли дисконты при предложениях. То есть, чтобы продать жилье на вторичке, продавцы охотнее соглашаются на скидки. Это вот такой приобретает обвальный характер. Вот глава службы финансового анализа Сбера Матовников тут выступал на конференции и сказал, что по данным Сбера с начала года уже в 20 регионах пошло снижение цен на вторичном рынке и в 11 регионах на первичном. То есть, процесс не обвальный, но видно уже, что вот конструкция, она так начинает потихонечку подтаивать. Я думаю, что мы эти процессы более активно увидим весной, потому что все-таки держать такой навес над рынком избытка это достаточно сложно. Продавать жилье надо, а спрос будет сильно падать из-за того, что прежде всего вот с этого года гораздо жестче выставили условия по той же льготной ипотеке, то есть она будет сжиматься. Раньше она просто втягивала в себя все это жилье, потому что давали всем на льготных условиях. Сейчас ситуация резко ухудшилась, и как с календарной весной, я думаю, что вот эти все ручейки пойдут дальше. Что там еще в завершении? Ну, традиционная наша по бензину пока все стоит, на розничных ценах вот эти трудности в производстве не отразились, но на следующей неделе, вот, к сожалению, у нас такие лаги вот в стране, как почта Росстат, примерно как почта России работает, на следующей неделе будет отчет по топливному рынку за январь с цифрами, мы там реально посмотрим, насколько вот эти все аварии на НПЗ отразились на физических объемах поставки бензина и дизельки, да, но это будет 28-го числа. По нефти видно, что тоже вот здесь для Путина не очень хорошие новости, опять она успокаивается, то есть бренд опускается ниже к 80, ну и дисконты там сохраняются для Юрлс там порядка 15-20 долларов за баррель, но мы об этом поговорим еще на следующей неделе, но я вот просто напомню, что даже Набиуллин во время своей пресс-конференции вот 16-го числа, она прям сказала, что мы ждем избытка на рынке нефти и пересмотрели прогнозы по экспортным доходам вниз, так что пока, вот помнишь, мы говорили про бюджет этого года, да, что чтобы финансировать такие военные расходы, ему прям надо как-то доходы вот увеличить, увеличить. Вот пока этого, как, значит, не то, что взятие веса не происходит, но штангист еще к штанге даже не подошел, да, то есть вот два месяца с 2024 года прошло, совершенно не видно, что у них есть хоть что-то вот новое по доходам. Точно так же они пытаются сводить концы с концами, никакого бурного роста доходов нет. Наш с тобой вопрос, соответственно, а где же они возьмут деньги для финансирования вот этих повышенных расходов на войну, висит в воздухе. Первые два месяца года ответа на него вот не дают. Ну и, кстати, вот завершая, хочу сказать, что следующая неделя будет чуть поинформативнее, вот будет 28 числа публикация Росстата про там отчет, в том числе за январь. Мы проверим эту гипотезу, замедляется ли военное производство. Как ты помнишь, вот в ноябре-декабре там сильно снизились темпы роста. И вот проверим на январе, насколько это работает. Ну и в целом там будет много разных новых интересных данных, так что вот следующая неделя будет поинформативнее по цифрам. А так вот ситуация как бы остается прежней. Там нефть не дорожает, рубль пошел слабеть, инфляция держится высокой, сказки набиулины про победу над ростом цен остаются пока только сказками. В общем, вот так и живем. Спасибо тебе большое и увидимся с тобой ровно через неделю. Всего доброго. Пока. Спасибо, до встречи.